Впервые правительство реализует очень крупную инвестиционную программу. Более тысячи наших крупных компаний вместе с правительством разработали инвестиционные планы. И мы максимально готовы помогать таким компаниям. Как вы знаете, мы приняли либеральный налоговый кодекс. Мы освободили от налогообложения все те средства, которые наши компании будут расходовать на модернизацию, энергосбережения, на создание новых рабочих мест. Скажите, где еще в Европе действуют такие нормы? Нигде. Ни в одной стране. И мы пошли на это сознательно. А мы это приветствуем. В этом году нам предстоит решить очень трудную задачу выйти на автоматическое возмещение налога на добавленную стоимость. Чтобы вы себе представили, в 2010 году мы возвратили более 42 миллиардов. Это примерно в полтора раза больше, чем в предыдущем году. Уже за первые три месяца мы возвратили 11 миллиардов. И, тем не менее, мы пока еще, к большому сожалению, эту проблему не решили. Мы разработали целый ряд критериев, по которым любая компания может претендовать на автоматическое возмещение, если она выполняет эти критерии. Но к концу года все компании будут работать в этом режиме. Одним из критериев является рост фонда оплаты труда. Мы хотели бы, чтобы все компании отказались от выплаты заработной платы в конвертах и перешли на легальную выплату заработной платы. Продолжение следует...